Будь милостью ко мне грешному. Создавая меня, Господи, помилуй меня. Бесчестная, грешная, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Достойный есть от того истинного блажительства Богородицы, Соблаженная, перепороченная, Матерь Бога нашего, Счастнейшая Херубина, славнейшую истину, Серафим, Безысление Бога, Слово Родишио, Сущую, Богородицу Тебе, Величай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благо Свою. Воскреси, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради причинства Твоей Матери, Силы щаснагожетворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей, И всех ради святых помилуй и спаси нас, Яхо благ виси и человека любит. Ах, люби. Боже, милостью будь мне грешному, Создав ими, Господи, помилуй меня. Пресчастаясь и грешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси благие души наши. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Молодыка, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избах нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую письму, соглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты Божий, молитву и Богородице помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, умуй, просвети, сердце и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, святая Троица. Свят, свят, свят ты Божий, молитву и Богородице помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется идея, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полность. Свят, свят, свят ты Божий, молитву и Богородице помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, святая Троица. Что по великой Твоей милости и долгой терпению Ты, Боже, не прогневался на меня, лениво и грешно, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твоего человеколюбие и поднял меня, спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою и открою стамы, чтобы прославлять Тебе по благодарным сердцем, воспевать Святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу. Господу вас ухлястся, Царю и Матей. И он услышал, Господь, избавь душу от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренная стрелочь, плащая ему углями дроковыми. Горе, миша, я пребываю у Мосоха, живу в Шатров-Шкидарске. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Возвожу очи моих горам, отсюда приведет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст мне поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сей твое с правой руки твоей. Днем, солнце не поразит тебя ни луна ночи. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет сохранять выхождение твое и ухождение твое отныне и вовек. Возрадовался, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне. По закону Израиля славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствия в чертовах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю благо тебе. Тебе возложу отчим, живущим на небесах. Вот, как още рабов обращены на руку Господы, как още рабы на руку госпожи ее, так още наших Господь, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщен душа нашим поношением как надменных и унищежением от горды. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость из нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашей, прошли бы над душой наши воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птицы и сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Ставь, послесная, посреди ночи, приношу Тебе песню спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть во греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве, и послесна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божий. И спаси меня. Владыка Человеколюбчив, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. Избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и в виде вцарства Твое вечное, ибо Ты, мой Творец, и источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время, и для ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты Сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня преследить Твоей истины, и с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесной живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведующий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, которого не оставляет затененного места на своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и дары нас бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына. Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовим войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанны голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения в веки вечные. Аминь. Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О Святой Ангел, Божий Хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от побраченного Мама Его. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб и избахни от многих губительных воспоминаний, намерений и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Сергий, Наталья, Ольга, Анатолий, Андрей, Юрий, Надежда, Татьяна, Янис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Вария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей дару им здравия, спасенные души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дару им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херавимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истинной добра, чтобы они все делали во славу Твою имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевно и телесно, успех в трудах, избавь их от хитрых козних дьявол, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, с единородным Твоим Сыном. Ижиотворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе слава возносим, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Болейте сигнал, Тихо. Спасибо, Господи. Болейте сигнал, Тихо. Болейте сигнал, Тихо. Болейте сигнал, Генедикта Франциско Карнирия Александра Деодора Тихона, и весь священнический и инощий скичин, и высший истинный служитель-миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. нам дающего священника, если угодно тебе смири власти воинства их, наведи страху и на них и через них сотвори благое церкви твоей и сохрани их от покушения на них Владимира Дмитрия, Дональда Рамзана, Петра, Александра Ардагена, Амана, Амбурсултана и даруй мир Израилю России, Украине Сирии, где война идет благослови детей Сирии Соксианин и Господи приготовь мир к великим и страшным испытаниям грядущим на всю вселенную, да отступничество от тебя слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь что жизнь нашу продлил и разум сохранил дай нам желание трудиться обнаружить и умножить да ровные тобой таланты и для всего пошли нам добрых помощников наставников, советников и сей день да будет днем благословенным прославлением тебя, Господу И сохранил вemenи наше Подожар от горок, от исчистой силы от живущих Андрея, Игоря, 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 Ераким Владимира братиниста. Людмила, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифов. Благослови и Владимира. Здесь имеешь и сохрани школу. Татьяна, Наталья, Игоря, Марина, Никита, Чадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину. Пирошли припелы общим, одиного и души. Прости их помилуй. Валентину, Екатерину, Надежду, Анастасию, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию. Здесь, 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 Александр, 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 Екатерину, Екатерину, Габрина, Рахид, Деду, Самира, Братиниста. Успех, Иосифов, Господи, все подконались, кому вознестили слово истины. Благослови, Господи, воздри на угрозы врагов, моих злодейства. И суд людей не помяни их безумие. Обрати и примири их с нами, если угодно тебе, Александра, Александра, Александра. Виктора, Сергея, Поксина и благослови, благодетели наших воздаем добро. Елену, Людмилу, Нианину, Екатерину, Екатерину, Наталью, Надежду, Юрию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Вадима, Александра и Игорева. Все наше родство благословили. Докие, Валентина, Елена, Татьяну, Марсу, Нину, Вольгу, Елену, Марию, Татьяну. И романы избавят от духа лжи. Благослови Никиту, Италия. Дары духовного рождения, путешествующих, раи, судьба. Виктор Виталия, благослови. Дядь, будь милостив, Господи, посети болящих. Дай им все перенести, благодаря Тебя. И пошли мы с целями. Валерия, Лавиона, Кирилла, Владимир. Валентина, Татьяна, Татьяна, Анастасия. Валентина, Марию, Александру. Благодарю, Господи, Тебя за друзей и за праздников. За здоровье и за болезни. И за все свое время по Твоему благоволению может оказаться на поле. Это наше сокровище. Наконец-то книги «Десять путей» трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктория, Сергея, Андрея, Андрея, Жутаня, Вячеслава, Дмитрия. Всех благословитую, знаешь, Господи. И обрати к себе Тимофея, Тимофея, Мартина, Герман, Александра, Леон, Семенов. И отступников найди, и обрати. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе над Бог и Его. А у Его Отче. Свят, свят, свят Господь Собоок. Вся земля полна славы и Валилуя. Слава Вышли Богу. На земле мир, человека в благоволение. Валилуя. Благодарю Тебе, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божьего. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, и указал на толкование святых отцов на каноны церкви. Алилуя. Воздай гречи со всеми всем, кто трудился с моей душой. Возрастание мне. Парея Степана, Александра, Михаила, Анна, Благосподи. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас. Воздай добром, помогавшим нам в путешествии нашим. Пару, Наилду, Владимиру Богослови, Екатерину Валентину, Предмилу, Надежду, Екатерина, Действителя, Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне гречи, Благодарю тебя, мой Ангел. Сколько лет ты хранил и защищал душу мою От видимых и невидимых опасностей. И только от вечности все это откроется. Добрый мой Ангел, не потянем смертный час, Когда душа будет разгущаться от тела, И проведи душу мою помыться, Страшному и непонятному. И веди я навеки вечное царство Христа Бога нашего, Ани Луи. Святитель Христов Никола, Моли Бога о нас, укрепи нас, Господи, Дабы не страшиться царей начальствующих, И не участвовать в бесплодных делах тьмы, Но и обречать. Мне пропитание, одежда быть довольна, Меня ротать и завидовать, Быть во всем экономным. Господи, дабы каждому жилье Сергея Гавриилу, Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Пророки Илья и Иисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Агель, Мной, Иосиф Патриарх, Ведра, Неми, Амос, Намун, Исаия, Елемия, Вару, Казики, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Сафан, Даниил, Отрехи, Пророк, Михей, Авраам и Саак, Яков. Да исполнить Господь духом Пророческим Церством Своим, Дабы день прихода Твоего, Господи, Нашего отшествия Не застал с неготовыми, Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, С горящими святильниками Истинной веры И сосудами, Полными Илья, Добрых дел, Соделанных в Духе Святом С любовью, Аллилуйя. Боже, Бога о нас, Святый Ангел, Архангел, Все любимые Серафимы, Все небесные силы Христову Божию и предстоящие, Святые Апостолы, И Петр, И Павел, Святые Евангелисты, Матвеймар, Лука и Иоанн. Подарок Господь нам, Жажду исследовать Священное Писание, Ибо через них мы думаем И жизнь вечную, А они свидетельствуют о Тебе. Боже, Бога о нас, Святые мученики, Мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарс, Минский, Симки, Лосовка, Смайя, Дамиан, Андрей, Сратилат, Иерон, Мучениц. Климент Римский, Климент Анфирский, Альпийник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеем, Иссорок, Святых, Мучениц. Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не пнил на счертание зверя. А кину, Вениамин, и дай веру, устрашив родителей, за такое восхитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Генгрия Богослова, Иоанн Затавус, Афанасий Великий, Ифрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Пеодосий, Кабир Ильин, Сергей Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кроштадт, Старши Алтайский, Кирилл, Ифоний Натентин, Николай Макарий, Алтайский, все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере. Азам и царетиков, разрушен, ничто превратит. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, теплая первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сокея, Наталья, Адрияна, Варвара, Китерина, Татьяна, Ирина, Ольга, Ирина, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Крестила, Иакила, Андроник, Июня, Китерина, Ирина, Варвара, Дагария, Ирина, 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 Послушание, молчание, пудричная длиность и сохрани их от всяческих поруганий, страх и покоримость Полины семейства Егенина, На сердце надежды, Святая Мария, Леонидса, Мария, Михаилю. Градмилы Иоанны, уприми нашу молитву на издяние рук, как жертву вещей и благоухания в приятной перед крестовым благодатью твоей Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся тебе Господи на небе и на земле, вовсе могуще создать. Всеведущий Бог, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, любящих наш Отец. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори Господи Владыка, слушай и дослышай, рад твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалья, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Ну уже целомудрия, смиренно мупия, терпения и любви дар мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, да мне не греть и моя прегрешение, если не ослуждайте брата моего, якоблагословение и сиболи. Аминь. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Господи, слава Тебя. Будь по мне грешному. Спаси и помилуй меня, Россия, от меня. Прости мои грехи, тайные и явные. В уме и помышлении. В дни и в ночи и в оседние жизни наши. Вот и благо, человек, долюбец. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, дабы быть оправданным в судьбу и день по благодати Твоей. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалья и празднословия не дай. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви, даруй мне работу ему. И Господи, цари. Даруй мне зреть и маяк при грешении, и не осуждать и брата моего. В обеке веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, смотри, что за покаяние. Избирай сам, какая тема больше подойдет. Степенно так все и пройдем. Когда согрешишь, не выжидая обличения другого. Но прежде чем будешь обличен обвинен, сам осуждай свои поступки, потому что, если уже обличит тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения. Признание в грехах весьма способствует их исправлению. Отрицание греха после совершения его становится тягчайшим из грехов. Истинное исповедание в том, чтобы, отвергнув грех от всей души, избегать его и никогда уже не возвращаться к нему. Если Иерей, священник, получил власть отпускать грехи, совершенные против Бога, то гораздо скорее он может отпустить и изгладить грехи, совершенные против человека. Если бы кто из мирских судей предложил кому-нибудь из пойманных разбойников или грабителей открыть свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они очень охотно приняли бы это, презирая стыд ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого, но Бог и отпускает грехи, и не заставляет высказывать их в присутствии других, но требует только одного, чтобы сам, получающий отпущение, познал величие дара. Господь, зная слабость нашей природы, когда мы, приткнувшись, впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. И если мы это сделаем, Он обещает нам скорое помилование. Иоанн Златоуст Не скрытничай на исповеди, чтобы не остаться неисцеленным, Феодор студит. Если хочешь, чтобы Бог даровал тебе слезы, сокрушения и бесстрастия, непрестанно приведи себе на память твой гроб, Ефрем Сирий. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Книга Сирахова, 7 глава, 39 стих. Кающиеся должны горько плакать и совершать от всего сердца и все остальное, что свойственно покаянию. Покаяние требует, чтобы человек сперва возобил в себе и сокрушил свое сердце, потом стал добрым примером для других, а для этого сделал себя слышимым и объявил образ покаяния. Василий Великий. Пояснение об эпитемии церковном наказании. Как в Уголовном кодексе и в Гражданском есть статьи, гласящие, какое надлежит претерпеть наказание за каждое преступление, так и в церкви было всегда. Эти правила наказания даны на вселенских и поместных соборах, соборах единой апостольской и соборной церкви. Например, за совершение убийства в очреве, аборт, 10 лет отлучения от причастия святых христовых тайн. Умышленно погубившие зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого развлечения плода образовавшегося или еще необразованного у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только за имевшее родиться, но и за то, что вредило самой себе, поскольку жены от таковых покушений весьма часто умирают. Сим совокупляется и погубление плода, как другое убийство, от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение по исполнении 10 лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Василий Великий, правило второе. Эти годы эпитемии распределяются на 4 ступени. Степени по 2,5 года. Первое. Плачущие. Плакать на улице. Дождь, ветер, холод. Все на твоей голове. Разрешается только одно. Просить входящих, чтобы помолились обо мне. Вторая степень. Слушающие. Внутри врат в притворе грешник должен стоять только до моления об оглашенных. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашенных и тогда исходить. Ибо правило глаголит. Слушав писание и учение, да изгонится и да не сподобится молитвы. Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся, стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечное же есть причастие святых тайн. Григорий Неокисарийский, 12. Третье. Припадающие. Кающийся стоит внутри врат храма и сходит вместе с оглашенными. Четвертое. Купно стоящие. Кающийся стоит вместе с верными и не выходит с оглашенными, но не причащается святых тайн. Эпитимея не должна ввергать грешников в отчаяние и не подавать повода к расслаблению жизни. Шестой Вселенский Собор, 102 правило. Приявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению. И так употреблять приличное недугу врачевания, дабы, не соблюдая меры и в том и в другом, не утратить спасение недугующего. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен, и производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлена силу врачующего. Почему духовное врачебное искусство являющему подобает прежде рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравию ли он направляется, или напротив, собственными нравами привлекает к себе болезнь, и как между тем учреждает свое поведение? И если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных враче заживляет, в таковом случае по достоинству возмеревать ему милосердие. Ибо у Бога и приявшего пастырское водительство все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. Не должно гнать по стремнинам отчаяния, не отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу и к заживлению раны подвизаться, и плоды покаяния испытывать, и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Подобает нам и то, и другое ведать и приличная ревность и кающегося, и требуемое обычае. Для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как и священный Василий получает нас. 1 Силенский Собор 2 правило Так как по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковному. Так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере, и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят, и тотчас по крещению возводят в епископство или пресвитерство. 2 Посему за благо признаю, дабы впредь ничего такого не было, потому что и оглашенному потребно время, и по крещению дальнейшее испытание, ибо ясно писание апостольское глаголющее, Не новокрещеного, да не разгордившись, в суд впадает и в сеть дьяволу. 3 Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице и будет обличен двумя или тремя свидетелями, таковой да будет исключен из клира. 4 А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивляться великому собору, подвергает себя опасности исключения из клира. Смотри также Анкир 5 Плач бывает вне врат молитвенного храма. 5 Где стоя согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашенных и тогда исходить. Ибо правило глаголит, слушав писание и учение, да изгонится и да не сподобится молитвы. Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с оглашенными. Конечное же есть причастие святых тайн. Диакон по приятии дьяконства соблудившие, хотя и должен извержен быть от дьяконства, но по низведению на место мирян да не отлучается от приобщения. Ибо древнее есть правило, извергаемых от священной степени, подвергать сему только образу наказания, в чем, как мне думается, древние последовали оному закону. Не мстиши дважды заедино. Наум 1.9 Есть же и другая сему причина, ибо находящиеся в чине мирян, быв извержены от места верных, паки приемлются на место, с которого они спали. А дьякон подвергается наказанию извержения, продолжающемуся навсегда. И так они ограничились с ним единым наказанием, поскольку не возвращается ему дьяконство. Так по уставам. Вообще же истинное врачевание есть удаление от греха. Так что отвергший благодать ради удовольствия плоти, подает нам совершенное доказательство своего исцеления, если с сокрушением сердца и со всяким порабощением плоти воздержанию, отступив от удовольствий, которыми совращен был. И так подобает нам и то, и другое ведать, и принадлежащее к совершенству покаяния, и принятое в обычае. Для недостающих же совершенства покаяния последовать преданному уставу. Кающимся время покаяния по различию грехов дано означается судом епископов. Пресвитер же без воли епископа не разрешает кающегося, разве только во время надлежащей нужды в отсутствии епископа. На всякого же кающегося, если преступление его было явное и гласное, смущающее всю церковь, да возлагаема будет рука в притворе храма. Карфагенский 52 правило. При ревностном исправлении согрешившего можно сократить эпитемью на одну треть указанного срока. Если бы кто-нибудь испавших вышеписанные грехи, исповедавшись соделается ревностным в исправлении, то приявший от человеколюбия Божия власть разрешать и связывать, не будет достоин осуждения, когда, видя крайне усердное исповедание согрешившего, соделается милостивее и сократит эпитемию. По елику повествование Священного Писания показывает нам, якос большим подвигом исповедающиеся скорее получают Божие милосердие. Василий 74.4 Грехи, бывающие от вожделения и сладострастия, разделяются следующим образом. Иный называется прелюбодеянием, а иный блудом. Некоторыми же тончайшим исследователями заблагорасслудилась и грех блуда, именоватие прелюбодеянием. По елику един есть законный союз жены с мужем и мужа с женою. Итак, все незаконное есть уже противозаконное. И в землющий не собственное, очевидно, в земле чужое. Ибо человеку дана от Бога единая помощница, и над женою поставлена единая глава. Итак, если кто стяжал себе, по выражению Божественного плана, свой собственный сосуд... Первое послание... Непонятно кому-то... 4-4... Солоникам что ли... Тому закон естественный предоставляет праведное употребление оного. Но если кто обратится не к собственному, таковы без сомнения чуждый восхитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное. Хотя бы и не было ввиду владельца, полное присвояющего. Посему, строже исследовавшим сей предмет, представляется блуд недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния. Ибо и Божественное Писание глаголит... Немног буди к чуждей... Притча 5.20 Но поскольку... К немой... Так, Янис, выключите микрофон. У нас микрофон включен. Шумно-то... Но поскольку к немощнейшим отцы явили некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие такое. Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо, без обиды другому. А прелюбодеянием... Навет и обида чужому союзу. К сему относят скотоложство и мужеложство, потому что и сии грехи суть прелюбодеяния против естества, поскольку причиняется обида чужому роду, и притом вопреки естеству. При таком разделении видов и сего греха общее врачевание состоит в том, ДОСА делается человек... Микрофон отключен. Так, у меня микрофон отключен. Ах ты... А я... Простите, сейчас... Шумно было, я хотел Яниса отключить, отключил себе... Посему строже исследовавшим сей предмет представляется блуд, недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния. Ибо и Божественное Писание глаголит «Не мог будик чуждей» Притча 5.20. Но поскольку к немощнейшим отцы явили некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие такое. Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем-либо без обиды другому. А прелюбодеянием наветы обида чужому союзу. К сему относят скотоложство и мужеложство, потому что и сии грехи суть прелюбодеяния против естества. Поскольку причиняется обида чуждому роду, и притом вопреки естеству. При таком разделении видов и сего греха общее врачевание состоит в том, да соделается человек через покаяние чистым от страстного неистовства к такому плотоугодию. Поскольку же у осквернившихся блудодеяния не сопряжена с сим грехом обида, того ради сугубое время покаяния определено тем, которые осквернили себя прелюбодеянием или иными студодеяниями, как то смешением со скотом или неистовством к мужескому полу. Ибо в сих случаях, как речено мною, грех становится сугубым. Един состоит в непохвалительном сластолюбии, а другой в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния во грехах сладострастия. Возбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже начавший врачевание своего недуга, тем самым, что решился по собственному побуждению быть и обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему, да будет под эпидемией более снисходительной, а уловленный во зле или по некоему подозрению или по обвинению невольного обличенной подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью, быв очищен таким образом, прият был к общению святых тайн. Правило всем таково. Осквернившиеся блудодеянием на три лета да будут совсем удалены от церковной молитвы, три года да участвуют только в слушании писаний, в иные три года да молятся с преподающими в покаянии, и потом да причащаются святых тайн. Для проходящих же покаяния ревностнее и житием своим показывающих возвращение ко благому, позволительно устрояющему полезное в церковном домостроительстве, сократите время слушания и скорее приводите он их к обращению, подобно сократить время и сего и скорее опустить до приобщения, сообразно с тем, как он собственным испытанием дознаёт состояние врачуемого. Ибо как воспрещено повергать и бисер перед свиньями, так неуместно было бы и лишать драгоценного бисера того, который через удаление от греха и очищения уже сделался человеком. Беззаконие же, делаемое прелюбодеянием или другими видами нечистоты, как выше сказано по всему, тем же судом да будет врачуемо, как и грех блудный, но с усугублением времени. При всем также да будет наблюдаемо расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотою блуда, дабы или ранее и позднее подавалось им причастие блага. По всем остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого употребления негодования, впадет в грех. Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол. Но отцам нашим угодно было о иных из них не входить во многую подробность, и не признали они требующим многого попечения врачевания всех согрешений от раздражения происходящих. «Писание возбраняет не только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление» Колоссянам 3.8 и Ефесянам 4.31 и все подобное от раздражения происходящее. Но они только против злодеяния убийства положили предохранение в эпитемьях. Разделяется же сие злодеяния по различию убийства вольного и невольного. Вольно убийство во-первых есть то, на которое с намерением дерзнул решившийся на сие самое злодеяние да совершит оно. Во-вторых и то полагается между вольными убийствами, когда кто в сопротивоборстве бия и будучи бием наносит рукой удар в некое опасное место. Ибо одинаковые яростью объяты и стремлению гнева предавшихся во время страсти не приемлет в ум ничего могущего пресечь зло. Итак, убийство, происшедшее от противоборства приписывается действию произвола, а не случаю. Невольные же убийства имеют известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинить тяжкое зло. Из всех вольное убийство требует троякова протяжение времени для тех, которые обращением врачуют произвольное преступление. Для них полагается три девятилетия с назначением по девяти лет на каждую степень покаяния. Кающийся, да, проведет девятилетнее время в совершенном отлучении с преграждением ему входа в церковь. Столько же других лет, да, прибудет в степени слушающих, сподобясь только слушания учителей писаний. В третьем же девятилетии, да, молится с преподающими в покаянии, посему, да, приступает к общению святых тайн. Явно же, есть, что и за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующий в церкви, и, по усмотрению обращения, сократится для него продолжение семьи, так что вместо девяти, на каждую степень покаяния положатся или восемь, или семь, или шесть, или только пять лет. Если великостью покаяния упреждает он время, и ревностью в исправлении себя, превосходит тех, кои в продолжительное время, менее деятельно очищают себя скверн. Невольное же убийство признано достойным снисхождения, но не похвальным. Сие сказал я, дабы явным сотворить, если, что, если, кто. Хотя невольно будет осквернен убийством, такого, как уже сделавшегося нечистым через нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати. какое же время назначено для очищения просто блуда, такое же заблагорассуждено положить и для невольных убийц, при том, с рассмотрением и здесь расположения кающегося. таким образом, если будет истинное обращение, то да, не соблюдается число лет, но с сокращением времени доведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн. Если же кто, не исполнив времени покаяния определенного правилами, отходит от жизни, то человеколюбие отцов повелевает да, причаститься святых тайн, и да, не без напутствия отпущен будет воное последнее и дальнее странствие. Но если причастившись святых тайн, снова возвратиться к жизни, да, ожидает исполнения означенного времени, находясь на той степени, на которой был прежде данного ему по нужде приобщения. Григорий Низкий, четвертое, пятое, шестой Вселенский собор, сто второе, первый Вселенский собор, двенадцатое правило. Сам себя возбудивший к покаянию подлежит эпитемии снисходительнейшей, а облеченный продолжительнейшей. Григорий Низкий, четвертое, пятое. За одно преступление не должен налагать двух наказаний. За прелюбодеяние от семи до двенадцати лет, убийство двадцать лет, занимающиеся волхованием, колдовством, нетрадиционной медициной, то есть гипноз, телесеансы, психотерапевтов, подпадают под эпитемию убийц вольных. Гадатели на шесть лет. Если же не отстанут от всего, то совершенно извергаются из церкви. Кто лечится от них и от бабок, шептух, тросенсов, отлучаются на пять лет. Волхвующие и последующие языческим обычаям, или вводящие неких в дома свои ради изыскания волшебств, или ради очищения, да подвергаются правилу пятилетнего покаяния по степеням установленным три года преподания и два года молитвы без приобщения святых тайн. анкирский двадцать четыре и на шесть лет предающиеся волшебникам, или так именуемым сто начальникам, или другим подобным, дабы узнать от них, что восходят, восхотят им открыть, согласно с прежними отеческими и о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней эпитемии. Той же эпитемии надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц или иных животных на посмешище и на вред простейших, и, соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастье, о судьбе, о родословии и много других подобных толков, равно и так именуемых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и колдунов. Закосневающий же всем и не обращающийся, и не обращающихся, и не убегающих от таковых пагубных языческих вымыслов, определяем со всем извергать из церкви, как и священные правила повелевают, ибо какое общение света со тьмою, как и глаголит апостол, или какое соединение церкви божией с идолами, или что общего у верного с неверным, какое общение Христа с велиаром, 6 собор 61 правило, волхвующие и последующие обычаем языческим, или вваляющие неких вдомы свои, ради изыскания чародейств, и ради очищения, да подлежат правилу шестилетия, лето да будут сплачущими, лето слушающими, три лето преподающими, и едино да стоят с верными, и так да приимутся. Правило Василия 83. Грех экуменизма извергает из церкви, доколе не отстанет человек от общения с еретиками в молитве. Для живущего по плоти, то есть бездуховной жизнью, для такого человека окажется, что разговор о религии, о молитве, о храме, все эти темы его, не интересующегося вопросами души и спасения ее, не думающего ни о завтрашнем дне, ни о загробной своей участи, никакие церковные проблемы никогда не коснутся. И если случится такого современнику нашему при случае войти в храм, как неуютно он себя там чувствует. А войти под своды собора или маленькой сельской церквушки случаев представляет ему жизнь немало. Умер близкий человек, заповедавший похоронить его по-церковному, с бабушками и с попом. Заболел ребенок, крестить ребенка или венчаться пожелала дочь сын. если случится, что такой недобровольный прозелит потом втянется в модную ныне кавычках образованность и станет около церковным жителем, то его прежняя полная необразованность заменяется почти всегда на познание видимого, что никогда не было церковным, но некогда вторглась под свуды храма и ныне прижилось там и уже мыслится, как неотъемлемая часть церкви. И вот такой прихожанин, нашедший утешение в храме, все, что видит, принимает, как истинное, как данное от Бога. К таким-то, а их большинство ныне из тех, кто считается прихожанами во всей России, и будет сие разъяснение, к чему следует приложить силы, на что обратить внимание, чтоб церковь, подвергшаяся небывалому в истории мира разрушительному поруганию, начала изживать из стен своих чужое, привнесенное врагом душ человеческих. В течение первых восьми веков церкви, когда она была единая и неделимая, собиралось семь вселенских и девять поместных соборов, и были приняты на них и от святых отцов церкви правила, духовный кодекс, церковная уголовное право. Из действующих ныне 719 правил, 413, то есть 57 процентов умышленно и повседневно нарушаются. О главных нарушениях, что наиболее убивают духовную жизнь, душу и лишают вечного блажения, и необходимо поговорить, открыть, сообщить тем, кто сам не имеет возможности понять, доказать, что же есть в церкви то, что дано от Бога, и что там навязано, прижилось через дьявола, через корысть и трусость священников, через органы разрушения. Все причины того, что указанные 12 пунктов внизу, как язвы кровоточат и прижились в церкви, есть та, что подавляющее большинство пастырей, священников, люди случайные, сами не пережившие духовного рождения, не призванные Богом на сие великое служение Богу и людям, а оказались они на всем высоком месте, лишь потому, что соответствовали тем требованиям, какие предъявляли к ним органы комитета государственной безопасности, уполномоченные по делам религий, признопамятная коммунистическая партия Советского Союза, то, о чем будет сказано, неопровержимо, ни с какой стороны, и это должно быть исполнено тотчас же. Но как это сделать, если произошло поголовное обмерщение прихожан, потерян контроль над ситуацией? Познав болезнь, в молитве найдем и лекарство, со знающего, и спрос будет строгий, знал и не исполнил. но как доходит? доходит вот представьте, что это позволили бы с церковной стеной собирать киерейский сопор, и в этот материал какой-нибудь Тихон Шевкунов озвучил бы, приняли или нет? А поступили бы, как с Головином Владимиром. У них на взводе там есть. Сегодня и как? Создали миссионерские отделы. А чем они занимаются? Они, как говорится, и не юхали, и не знают. Им нужно все время доказывать, что не нужны. А задача их какая? Инквизиторы. Кого сжечь, кого распять, кого убить. Они на больше не способны. Это сама система их таких породила. Вот они кинулись на Владимирова, сразу же на Скачева. Впереди их моя кандидатура у них записана была уже пять лет назад. А у других уже пятнадцать лет назад. Но Господь поставил охрану. То есть они где-то там гурчатся, из-за икон плюются, а выйти открыто нет. Господь сохраняет. И вот как отвечал, когда нападал я на Андрея, на отца Владимира, Головина. Это они так ответили? Я бы ответил не так, еще добавил бы к этому. Но у меня тут нету ни молитвы, ни соглашения, ни за деньги нигде нету. Главное, деньги. С деньгами не поделились. А тут ничего нету. Вот сейчас сходил я в краевую администрацию, и нам нужна регистрация в музее. А пункта такого нет. Они там черепки старые нашел, какие-то кости, мамонты, собаки, обезьяны. Вот это можно сделать. Одежду выставят. Такая одежда одевались вот при Петре I. Или такой музей. Какие были рыцари, какие латы носили. То есть, мертвые. Мертвецы платят деньги и уходят. Этому нельзя подражать, потому что, ну а что подражать? А в комнате своей ты не заведешь. Ну, вот которые люди где-то получают разные там вазы, но они по-другому их называют. За то, что занял какой-то место. Ну, один-два поставил. В них ни воды не налить, ничего нет. Они стоят в пыляхстве. Дальше не знают. Продать никто не возьмет. Вот придумали, что давать? Давай. Приз. Здесь приз один. Старство небесное или потеря его. Другого пути нет. То есть, первое, что нужно сказать, те, которые сидят, которые вот это не принимают, кто бы они ни были, неважно, патриарх там или кто. Потому что там святые отцы были, по 600 человек даже были на соборе. А это один. Это плюгавенький гномик, выскочит какой-то там, бряхнет, плюнет, сморкнется и убежал опять. Здесь четко и определенно не исполняет. Сюда. Предательством занимался в годы советской власти. Выдавал, пришел каяться. А это все сделал будущий верующим. На 30 лет. Григорий Нисков правил. На 30 лет. А есть такие правила, которые вообще покаяния не принимают. Выборшины сейчас считали. Ну, к церкви, а сам занимается гадранием, и там у него гороскопы. Ходил к Кашпировскому к Чумаку и к Джоне Давиташвили. Вот так. Игорь Тальков. Там его в цветы идут. А он с ней обнимался. И неизвестно, что там у них было. На шаг не отходил от нее. От этой ведьмы. Вот. Расчет. Низапа умирает. Ни секунды. Покаяния нету. Это на одном его показал Господь пример. И вот это правило это включить. В первую очередь до 30 лет. Если он рукоположенный, он не священник. А там умея определенного должен быть известно. Закону. Узаконенную бумагу ему в руки, говорится. Шапку. И иди по миру. С ними разговаривает не о чем. Каноны. 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 Без канонов церкви православной нет. И вообще ничего нету. Везде какие-то определенные правила на дорогах. На учреждениях. У военных. Монастырях. А вот и общее правило. по-другому быть не может. Вот мы просчитали покаяние. Везде приводится так. Длинно, нудно, но просчитались. кто кое-что не переведено на русский язык. Вот такие, брат, выходы. Они на гор 10 лет. И по этому пункту в церкви уже 90% женщин не будут стоять. А она 10 лет будет терпеть? Да она 10 минут не будет терпеть. Она сразу закатит такую истерику. Да мы пришли в Болгу. Да вас этого не было. Наши дед с бабушкой играли в лотов. Вот карта вы придумали здесь. Жестокая у вас. Ну и дальше тебя в экстремисты занести. Надо в фанатике плюнуть и уйти. Да еще и матом обложить. Вот разговаривает там это шахмата по Алексею с Владимиром Головиной в Москве уже. Вот что показывает сегодня Россию? Что сохранено? Ничего нету. Америка победила по всем статьям. Все женщины в брюках. Уже с них эти столички не снять. Вот. Традиции. Ну где традиции, чтобы женщина ходила? Посмотрите, 53-й год, 55-й. Я могу назвать чуть ли не часы, когда это было. В один раз все пересеклось. Нет никаких традиций. А что осталось у русских? Водка. Вот это неколебимо осталось. Мат. Матерщина. И вот такая система церковная, религиозная организация, называемая РПЦ. Матерщина. Вот все. Больше ничего нету. Все остальное порушено с корнем, а это стоит. А почему? На какое все это отношение имеет Богу? Водка. Какое отношение? Зелье, которое толкает в ад. Матерщина. Какое отношение? Язык, который сквернают, и ему никогда не противомытарствуется. Ну а это что говорим-то православие? Надо молить Бога. Больше ничего нельзя сделать. Вот один. Давайте объединимся. Его рядом с собой сидят, пишут ему. Ну давайте объединимся. Ну первое, что сделать надо? Пойти попу морду надеть. Так что ли? К чему призываешь-то? Должна быть определенная программа. А что бы вы сделали? Я вообще ничего делать не собираюсь. Я уже делаю давно. У меня времени нет. Но я бы сказал два слова запомните. Христос и Библия. Все. А то сказал Мартин Люкер. В мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Вот. Православия этого не хватает. То есть оно не хватает по полной программе. Ничего нет этого. Мы прочитали «Покаяние». Такие у нас материалы. Чтобы эти материалы все найти, записать «Житие святых». На эту книгу у меня ушло 40 лет. А оценили ее? Да конечно нет. Они за ней охотятся уничтожить. У меня крестный ход был. Вокруг Барнаульского собора. А он один был. Одна церковь тут. В край это было три, кажется, всего. Вместе, наверное, в Клавграде. Потом. И вот. Крестный ход. Я в стороне стою. И в это время настоятель во главе идет и сразу сунулся на меня Войтович, отец Николай Павлович. Игнатий. Да голос такой у него поставленный вообще артистом. Дрожащий. До каких пор вы будете раздевать нашу мать в церковь? Я говорю, что случилось? Что? С утра до вечера телефон не умолкает, звонит. Выходит, мы крестились неправильно. Да вы понимаете, что вы сделали? Такие отношения были. У нас хорошие, лояльные с властью. А сейчас даже власть спрашивает, да какое ты мы не хрещеные? Игнатий. Да кто бы про это знал хрещение, если бы вы не говорили по радио? Не писали в газетах. Кто бы знал? Вот кто бы знал? Вот это вся их цитадель. Раз не знают люди, значит тащат деньги. А тут перестали деньги поступать. Тем более платить нельзя. Вот мы были в администрации. Ну и в систему мы не входим. Надо какие-то черепки, чтобы охрана была. Вот его пожарная. Все это зарегистрировано, проверено, принято там. Ну и там дальше уже валюта начинается, похоже так. А у меня ничего нету. Тогда они ко мне расположены, эти главные музейные работники. И прямо руку целуют. Мы прочитали, я им представил 144 фотографии. Вот это будет сделать и такое сделала. Я говорю, ну мне музей надо. Да знаете, что есть гранты такие. Гранты. Вот посмотрите, что он означает слово это. То есть я должен подавать на это. И там губернатор рассмотрит и как-то деньги. Да как я могу брать деньги, когда речь идет о бедных лагерях? У меня чтоб копейка ни одна не вошла. А вы меня, я бы сам пошел. Да тогда бузей-то и зачем этот лагерь? Это нужно строение лагерное. Вот от гранта тоже будет отказываться. Но звонила Лидия Муранова. Она из Америки уехала. Она меня свела с Александром Менем в свое время. И в данный момент она в Германии к сыну прилетела. А теперь в потеряевке она будет. Ну в конце мая, в начале января, это июня. И она согласилась пойти здесь, может вплоть до губернатора и поговорить. Она музейный работник тоже. Так интересно. Они мне давили деньги. Я только рассмеялся. Я пропагандирую то, что без денег, без денег. А тут на тебе деньги, заткнись только. Не возьму никогда ни копейки. Доказать надо, что можно жить красиво и интересно. Из способного материала построить келье, о штукатуре. Чтоб дети жили. Ну летом же только жить-то, тепло. Если печку надо, печку. Сейчас у вас главный вопрос так. Ну если откроют сегодня. Вы думаете сколько лагерей откроют? Я не знаю сколько. Но тысяч пять-то можно открыть. Тысяч пять. Но если тысяч пять и по тысяче человек, вот все диспризорно в стране исчезнет. Да никто не будет подражать. Маса там нету. То есть согласились меня под копирку, чтоб сняли, склонировали. Клоны сделать. Чтобы у всех был такой руководитель. Ну, я сам об этом думал. А из ваших подработников кого-то вы бы поставили, поставил и кое-чего бы уже не было. Много работал Виктор Николаевич Савченко. Ну а наказание ребенку за сорок пять лет никто, никакого физического ущерба не сделал. Я запретил это. То есть они могут ухаживать, кормить, поить, делать интересы, занятия водить на костер. Но наказать они не могут. Они не знают, когда нужно и как. И нужно ли. Вот и все. Надо молить об этом, чтобы откопировались нас. Это говорят работники, музеи, министерство, министерство культуры называют. Вот это преподавать тут любой может. Но быть начальником лагеря с физическим наказанием. Повторяю. Вот главное это в чем. У меня никого нет на примете. Никого. Только мне, чтобы не стареть и продолжать везде начинать участвовать. Вот так мы закончили покаяние. Вопросы. Нету? Ну что, будем прощаться давайте? А то у меня с восьми тут уже очередь падает. Звони с Испании, с Америки, с Ирландии. Просят книги. Просят Библию полную, православную. Но я же не издаю. Я пошел в местную церковную лапку. Новая тут метрополия. Так все. Магазин богатейший. И четыре Библии. Две изданные по благословению патриарха Алексея II и две по благословению патриарха Кирилла. Ну а тут человек просит один. Я их все четыре взял и все послал. Если, я говорю, тебе не нужны там, так раздай кому-нибудь нуждающимся. Потому что будут на ней еще. Одна Библия лежит. Тридцать шесть тысяч стоит. Большая, толстая. Там, наверное, не дерматин. Корочка. Ну, не из папируса. Пергаментные корочки-то. Кожух. Оттиски. Ну, Библия-то считает. Только корочки рассматривать будешь день-два да и забудешь, что считать надо. А это Библия. На хорошей бумаге. Сшитая, несплеенная. Семьдесят семь книг. Ну, если ничего нет, я ухожу тогда. Ну, давайте с Богом. Ну. Ангела-хранителя.